23 января на календаре, день Д, скажем так, по всей стране люди выходят на улицы, хотя некоторые не верили, не верили, что будут выходить, несли разного рода ахинею, что ну какой смысл выходить за этого Навального, чем он отличается от Путина и бла-бла-бла. Да, ребят, смысл очень простой, потому что выходите вы не за Навального, многие выходят не за Навального, многие выходят за себя, потому что устали, потому что надоело, потому что достал этот беспредел, потому что у нас совсем не осталось уже никаких прав, вот я вот сегодня, читая новости, вижу, да, что там прислали отряд СРСов, совсем технику стянули, будут бить, то есть понимаете у нас какое отношение к массовым акциям протеста, будут бить. Что же мы за государство такое, где как в Африке люди ждут, что их будут избивать, в первую очередь, конечно, я хочу обратиться к силовикам, к полицейским, к росгвардейцам, военных, может быть, где-то тоже подключили к этому процессу, вы же такие же, вы же тоже из народа, неужели вам не интересен закон? Ну и давайте все-таки поближе к протестам, которые где-то уже проходят, а где-то вот-вот-вот начнутся, а где-то начнутся позже, страна у нас большая, растянута на огромное количество часовых поясов, в одной части страны сейчас вообще еще утро ранее, не в этом дело, почитал опять в соцсети, слушайте, огромное количество мурламоев, которые меня просто расстраивают, которые пишут свое излюбленное, какой смысл от этих протестов? Зачем туда ходить, все равно протестами ничего не решается? И вот вы знаете, вот таких уже хочется просто откровенно посылать, держите свое мнение при себе, вот хочется им ответить, потому что оно настолько глупое, оно настолько бездарное, оно настолько подлое, да, но вот этим вот своим мнением вы отравляете мозги тем, кто, ну, может быть, вам доверяет по каким-то причинам. Вот лично вам хочу ответить, да, следуя вашей логике, у меня у мамы есть любимая поговорка, авторство принадлежит ей, шутливая такая поговорка, но она вот в таких случаях обычно отвечает, а зачем ты пойдешь обедать, если все равно потом в туалет? Вот нахрена ты будешь продукты переводить, представляешь, что ты сейчас сядешь за стол, переведешь иное количество продуктов, потом сходишь в туалет? Для чего? Может вообще тогда не ходить, не обедать? Здесь то же самое, слушайте, 20 лет мы загоняли себя в это болото, в это дерьмо. Ну, 20 лет, а сейчас мы чего хотим? Одним единственным протестом все проблемы решить вы не пошутили, вы в своем уме, ребятки. Ну, на совсем понятном языке, на пальцах давайте, вот представьте, 20 лет человек за собой не ухаживал от слова вообще. Да, то есть вообще за собой не следил, жрал всякую дрянь, там, пиццу, хот-доги, гамбургеры, разумеется, его разнесло как бочку, он стал жирный. И вдруг он где-то вычитал, вот захотел похудеть, где-то вычитал, что спортзалы помогают. Сходил он в этот спортзал, провел там цельный час, а потом вышел, смотрит, опа, а результата-то нет. И вместо того, чтобы подумать, а почему его нет после часа занятий? Он начинает ходить и орать на каждом углу, ребята, спортзалы не помогают худеть, не верьте никому, все это фуфил, пошел я жрать гамбургеры дальше. Вот вы сейчас выглядите точно так же, как дебилы. Поэтому, дорогие мои, вот прошу вас, да, вот дистанцироваться от таких глупцов, слушайте только себя. Как-то так, хорошего дня.